МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире дачные советы. Продолжаем убирать урожай. Он в этом году просто невероятный. Найская картошка, сколько помидоров, сколько огурцов, перцы великолепные. Очень сложный был год, но и отдача какая. Сейчас картошку уберем, перейдем на смородину, на вишню. Птицы клюют ягоду и малину, и смородину, и вишню. Арбузы поспевают. Но об арбузах будем говорить отдельно. Приглашаю всех заранее на дегустацию в следующей программе. А пока давайте убирать картофель. Так, ну какие проблемы? Придется на следующий год покупать семена, потому что нет семенного картофеля. Картофель либо очень крупный, либо очень мелкий. А вот средненького, то, что идет на семена, нет. Опа! С трудом поднимаю. Вот здесь много песка. Там здесь вермикули, там и картошка. Хорошая и чистая. И как вовремя весной я их внесла. Ничего бы не было. Почва уплотнилась страшно. Даже вот капельный полив здесь применялся. И все равно очень плотная почва. Я представляю, что было бы, если бы я и шланги все поливала. Поливать приходилось ежедневно. Такая жара стояла. Каждую ломку клала в биогумус с щедрыми горстями. Не так по чуть-чуть, а с щедрыми. Иначе бы ничего не было. Вот и результаты. Полный погреб. О чем хочу предупредить. Но не бывает идеальных сезонов. Всегда есть какие-то проблемы. В этом году все будет валить. Вот я смотрю, что вот эти погодные аномалии все-таки сослужили свою вредную службу. И на картошке есть пятна. Вот возьму помытые клубни. Вот пальцем сковырнула. Видите, что творится. Вот. Чтобы вот эти пятна фарши не углубились и не перешли в мокрые гнили. Бывает так, что они просто засохнут, их срежешь, и ничего страшного. Для этого нужно хорошо и клубни подготовить. Все их мы промыли. Видите, внук сидит, работает. И сын у меня работает. Не стал сниматься просто. Моют все клубни. Хорошо сушат фитоспорином. Обрабатывают потом. Складывают в ящики. И отправляют в погреб. Который очень хорошо подготовили в этом году. Вот по этой же причине, что все будет гнить при хранении. Все корнеплоды. Как обрабатывался погреб? Сначала все обработали фармо-йодом. Пойдете к Антону Бордукову за чесноком. Чеснок, посмотрите, какого качества. Я такого никогда не видела в продаже. Посадочного материала чеснока. Крупный, чистый. Вот это действительно видно, что это элитка. Вот пойдете к нему за чесноком. Возьмите вот этот вот. Он дешевле стоит, когда он в таких литровых больших упаковках. Фармо-йод. Он вам нужен будет для того, чтобы обработать и погреб. Им будем обрабатывать. Теплицы. Им обрабатывайте грядки там, где у вас, вы видите, неблагополучно. Что-то гниет. Пролейте почву. Пролейте эту лунку, где картофель гниет. Фармо-йодом. Если этой проблемы нет, вот у меня сейчас после выкопки картофеля, сейчас я ее перекопаю, вот эти вот грядки, прорыхлим их, польем раствором гумато-калия. Он соберет всю ту грязь, в общем говоря, которая есть в почве. Очистите ее от присутствия всех нежелательных элементов. И после этого мы будем сеять сидераты. Вот у нас сколько еще предстоит работы, поэтому поздравляю всех дачников с началом дачного сезона. А начинается он с посева сидератов, подготовки почвы к урожаю будущего года. Еще раз повторяю, чтобы получать вот такие большие урожаи, почву нужно готовить. И не только под картофель, а под все культуры. Осенью, в августе месяце желательно уже. Чем раньше, тем лучше. Отдельное спасибо хочу сказать Антону Бордукову. Как с ним хорошо живется. Ну столько помидоров, откуда вот столько? Хорошие семена были, правда, от Комякова. А вот какие препараты, это от Антона Бордукова. И картофель. Вы посмотрите, какая ботва. Зеленая при зеленой. Копать-то даже жалко ее. Ну просто картофель готовый, он уже пошел в рост снова. Держать дольше его просто нельзя в земле. Он не вырастет. Мелкий-то, может, и наберет, а вот самый крупный, вот этот вот, он пошел в рост. Будет хуже храниться. И вкусовые качества его будут теряться. Чистейшая ботва. Как никогда, никогда такой не было чистой. Правда, и дождей не было, может, она и поэтому такая чистая. Но она обрабатывалась ридамилом Голд МЦ вовремя. Три раза вместе с вами все это мы делали. Вот сейчас в теплицах начинаются болезни. Да? Вы видите на листах, что происходит? Клада с париозом, пятнышки появились. Правда, не как в прежние годы. Черные, сажистые, трещинах томатов. У меня-то этого нет, я видела в других теплицах. Это альтернариоз. Родной брат фитофтороза. Фитофтороз шурует, когда дожди идут, альтернариоз в жаркую, сухую погоду. У кого появилась беда на томатах, оберите урожай. Обработайте баковой смесью ридамил Голд МЦ плюс нутриванк томатный. И будете еще этими томатами пользоваться долго-долго. Огурцы. Много звонков пошло по поводу огурцов. Огурцы у людей пропадают. Конечно, в первую очередь это по вине паутинного клеща. Обберите огурцы, вплоть до мелких. Обработайте их препаратом вертимек или новым, который появился у Антона Бардукова. Оберон рапит, который убивает эффективно не только взрослых клещей, как и большинство препаратов, но и действует на яйца, и на личинок, и на нимфы. Белокрылкой хорошо расправляется она сейчас, смотрите, сколько ее после дождей стало, появляется у некоторых в теплицах, мне звонят, что делать. Обрабатывать. Другого пути нет. Никакими биопрепаратами сейчас, когда уже появились вредители, появились болезни, вы не сможете победить ни болезнь, ни вредителей. Они работают только профилактически и только в постоянной еженедельной обработке. Биогомос хорошего качества и по приемлемым ценам, а также жидкий биогомос и, внимание, новинка Экогрум, можно заказать в Самаре по телефону 972 70 95. Фирма Агромагистраль предлагает в широком ассортименте профессиональные семена ведущих зарубежных и отечественных производителей. А также высококачественные удобрения и стимуляторы роста. Средства защиты растений от болезней и вредителей. Магазин находится в Самаре, на пересечении улиц Димитрово и Молодежный. Телефон для справок 8 917 818 81 18. Немного передохнув, за сбор ягоды принимаемся, потому что облетает, не терпит уже. Да и здесь беда появилась какая на смородине. Вы видите листики-то? Ой, антракнос начался. Листья как будто обожженные становятся. Именно по этой причине, правда, еще почковый клещ и еще стеклянница. Вот три основные причины, по которым пропала смородина на всех участках. Повсеместно. По всей России. Это что ж такое, а? Те, кто читают регулярно мои журналы, и не только читают, но и выполняют мои советы, у тех смородина обязательно появится и будет. Вы научитесь. Вы увидите все недостатки. Вы увидите, что она просит и хочет от вас. Минимум 6 обработок она просит, если нет проблем. Если есть, то придется вот сейчас, после сбора ягод, проблема-то появилась, одной обработки будет мало. Придется сделать обработки сначала, в первую очередь, препаратом топаз, а не скор, потому что присоединилась к антракнозу такая болезнь, как мучнистая роса. Уже мне многие звонят, и батюшка мой, отец Прокопий звонил и говорит, Галя, и на кабачках у меня появилась, и на огурцах белый налет появился. Это мучнистая роса. Вот в этом случае будем уже не скором обрабатывать кусты, а препаратом топаз. Обработали раз, этого будет мало. Через неделю второй раз. На третий раз можно на скор перейти. Вот, дорогие мои, сколько придется поработать, потому что погода такая. Помочь надо кустам. И тогда вот посмотреть еще будут. Ох, красота какая. Какая красотища. Вы посмотрите, ветку за веткой берешь. Ну как бедный этот куст столько держит на себя. Полный просто обвал. А крупнена какая. Вот сравнить, какие размеры с морозиной. Это вишня, она тоже крупная. Вещевка знаменитая. И вот сморозина. Ну чуть-чуть, если только поменьше. Я буду обрабатывать черную сморозину, красную после сбора урожая, баковой смесью, в которую будет добавлен не только фунгицид топаз, но еще нутриван кладовый. Поскольку именно в августе начинают все ягодные кустарники и малина, и смородина, и крыжовник закладывать урожай будущего года. Поэтому поработать надо в августе над этим. Дать им листовую подкормочку. Отблагодарить за такой хороший урожай. Получит эту же баковую смесь и малина после сбора урожая. Все спрашивают, что это за сорт. Сорт дискосельская. Брала его 6 лет назад у Веры Викторовны Глуховой. Но хочу еще раз обратить ваше внимание. Дело-то не только в сорте, хотя это очень важно. Главная проблема вот в этих обработках. Без этих обработок у вас будет беда. Скоро начнем посадки земляники, малины. С них открывается наш сезон. Поэтому вы должны ходить в хорошие, надежные места за покупкой посадочного материала. Раз. И во-вторых, грамотно все сажать. Два. Условия благополучной посадки одни и те же. Мы посадили пораньше, кусты успели зацепиться за эту землю, дать корни хорошо перезимут. Для того, чтобы они хорошо зацепились, нужно дать им гумат калия при посадке, потому что он является стимулятором корнеобразования. И поливать. А в лунку при посадке положить наш любимый биогумус, потому что он не обжигает корни. Перегной не кладите. У кого плотная почва, как у меня, добавите в каждую лунку. На землянику по горсти перлитать. На малину, конечно, побольше. Вот коротко почти обо всем. Дальше передаю слово Вере Викторовне Глуховой. Она дополнит нашу информацию. Агрофирма «Росток Грин» предлагает. Гумат калия – это органическое удобрение, которое повышает сопротивляемость растений к болезням, защищает от стрессов и повышает урожайность. Экономичный расход и выгодная цена. Спрашивайте в магазинах вашего города. А в Тольятти его можно приобрести оптом по адресу улица Победы, 10, склад номер 10. А в розницу в сети садовых центров «Росток». Справки по телефону в Тольятти. 22 57 89. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас время цветения гортензий. И каждую неделю мы будем вас знакомить с разными сортами. Выбор, конечно, огромный, но каждый из вас может выбрать те сорта, которые больше всего понравятся. Про гортензию доли мы мало говорим. Посмотрите, такое огромное соцветие. Вот оно, конусовидной формы. Это пинг-даймонд. Два сорта практически похожи. Но у пинг-даймонда чуть-чуть соцветия поменьше. И мне кажется, они еще более воздушные. Многим нравятся такие гортензии. Посмотрите, смотришь, и как будто бабочки летят. И самое главное, ой, у них такой изумительный запах. И они скоро уже начнут розоветь. И потом красного цвета будет пинг-даймонд. А вот эта гортензия низкорослая. Посмотрите, бобо. Этот сорт гортензии отличается от всех. И вот сразу можно отличить. Шапка соцветий. Практически не видно листьев. Они небольшие соцветия, но их очень много. И максимальная высота у этого кустарника где-то 80 сантиметров. Это низкорослый сорт гортензии. И смотрите, как меняет цвет. Новый сорт гортензии, о котором мы в этом году очень много говорим. Это самарская лидия. Посмотрите, как она отличается от всех. Первое, темно-зеленые листья. Молодые стебли красные. И уже бутоны, вот они краснеют. Посмотрите, какие крупные, красивые бутоны. Еще очень молодые кустарники, мы их только формируем. Они первый год в Самаре, в России. И в этом году они продаются только в Самаре. В следующем году будет продаваться и в других разных городах в России. Но сейчас вот этот красивый кустарник вы можете купить только в Самаре. Вот эта гортензия обычная, самая неприхотливая гортензия, таки ушу. Такие легкие, воздушные. Это Мэджикал Фаер, а рядом стоит диамантина. Они красивые, каждый по-своему. Мэджикал Фаер, он станет розовым и потом красным. Вот она крупнолистовая гортензия с розовыми цветами. Эти цветы изначально розового цвета не меняют свой цвет. Единственное, их можно превратить в голубого цвета соцветия, если вы будете добавлять алюминиевые квасы. Только их надо добавлять каждую неделю. А это еще один сорт гортензии, это Дентель де Гарон. С очень нежным запахом. Сейчас он зеленоватого цвета, и Дентель де Гарон превратится в белый цвет. Посмотрите этот куст, как он отличается. Разве можно перепутать эти соцветия с другим сортом? Конечно, это фантом. Огромные соцветия, вот я держу в руках, это фантом. И при этом не разваливается куст. Вот он, крепкие стебли, это фантом. И меня удивил еще в этом году соцветиями. Посмотрите, Мэджикл Кэндл. Немного похож на Бобо. Я даже сначала думала, это Бобо. Просто много соцветий одновременно раскрылось, и не разваливается. Видите, куст очень крепкий. Вот он, Мэджикл Кэндл. На всех площадках нашего садового центра вы можете сейчас приобрести, в первую очередь, конечно, цветущие гортензии всех сортов. У нас их сейчас 63 сорта. И, конечно, деревья, хвойники, кустарники, все средства защиты для растений и удобрения. Мы желаем вам красивого, здорового, цветущего сада и в каждом саду по гортензии. Садовый центр Вероглуховый предлагает посетить площадки с саженцами плодовых и декоративных культур. Справки по телефону в Самаре. 212-04-42. Здравствуйте, уважаемые дачники, строители, жители Самарской области. Мы предлагаем вам современные кровельные материалы, набитые на полимерной основе, которые обеспечат вас долговечной крышей. Срок службы наших материалов до 25 лет. Вот, пожалуйста, посмотрите, какой широкий сектор материалов мы предлагаем. Здесь и материалы более бюджетного класса на картонной основе. Здесь материалы на стеклоткани, которые очень прочные и будут долго служить. Есть материалы для гидроизоляционных покрытий. Это без посыпки материал. И частое заблуждение, когда кровлю пытаются покрыть материалом без посыпки. Обязательно на поверхности у вас должна быть вот такая вот крупнозернистая посыпка, которая защищает материал от солнца, не позволяет ему таять. Посмотрите, какое жаркое лето у нас. Температура на крыше может достигать 60 градусов. Битум у вас растает в первый год. И останется только вот такая основа, которая, естественно, вас от дождя защитить не сумеет. Поэтому убедительно вас прошу, когда вы кроете крышу, учитывайте, что у вас должно быть верхнее покрытие обязательно с крошкой для долгой службы крыши. Есть материалы на вот такой вот основе. Это тоже очень хорошая комбинированная ткань. Она имеет основу стекловолокно, не рвется, но в то же время позволяет эластичному материалу деформироваться. Это актуально для тех случаев, когда у вас какие-то примыкания обрабатываются. Еще одна хорошая новость. Мы освоили производство битумных мастик. Теперь уже не нужно, как раньше, топить твердый битум в ведре с риском для жизни его размазывать по крыше. Есть холодные мастики, которые в удобной металлической таре, и они готовы к применению. Они сразу уже жидкие. Просто наносится эта мастика на кровлю, и на нее сверху наклеивается кровельное покрытие. Таким образом у вас облегчается работа, и мастика высыхает естественным образом, создает очень прочное покрытие и приклеивает наш материал надолго. Также эту мастику можно использовать для ремонта кровель. Если где-то что-то прохудилось, совершенно не обязательно перестилать всю кровлю заново. Возьмите, найдите места протечек, расшейте их и залейте заново мастикой. На следующий день у вас уже снова будет прочная крепкая крыша, без потеков. Спасибо, что вы были с нами. Мы рады видеть вас у нас в магазине. Пожалуйста, приезжайте, все материалы в наличии. Будем рады вам помочь, рассказать и предложить самые надежные и бюджетные решения для ремонта ваших кровель. Магазин «Мягкая кровля» предлагает утеплитель для дома и сада, контейнеры для хранения продуктов на балконе, посевные ящики, кровельный материал. Телефоны для справок 261 69 24 979 69 96.